Симптомами заражения компьютера именно троянской программой являются несанкционированные пользователем удаление, блокирование, изменение или копирование данных, а также ощутимое замедление работы компьютеров или компьютерных сетей. Кроме этого, трояны могут быть причиной нестабильной работы или зависания некоторых программ или сети и интернета. О том, что делать, если браузер не открывает страницы, в то время как другие приложения не имеют проблем с доступом к интернет, мы уже детально рассматривали в одном из предыдущих видео нашего канала. Ссылка в описании. Конечно же, первым, что необходимо сделать в случае обнаружения на ПК признаков наличия троянских программ, кейлогера или других вирусов – это проверить компьютер с помощью антивирусных программ. Рейтинг лучших бесплатных антивирусов мы уже показывали в одном из наших роликов. Поэтому повторно рассматривать его мы не будем. Ссылку на данный ролик вы найдёте в описании. 2. Отключите компьютер от интернета и очистите планировщик заданий Windows от вирусов и вредоносных программ. 3. Ссылка на видео о том, как это сделать, в описании. 3. Удалите всевозможные вредоносные программы с вашего компьютера, используя меню «Программы и компоненты». 4. Ссылка на ролик с инструкцией в описании. 4. Очистите автозагрузку системы от запуска вредоносных процессов. Детальная инструкция с руководством действия описана нами в ролике, ссылка на который есть в описании. Если описанные способы не принесли желаемого результата, а вы знаете в какой папке расположен файл троянской или другой вредоносной программы, то его можно попытаться удалить вручную. Для этого просто выделите его и удалите, очистив после этого корзину. Но часто бывает, что при попытке удаления файла или папки с вредоносным ПО, они не удаляются. Пользователь получает сообщение о том, что файл или папка защищены от записи или удаления и к ним отсутствует доступ. В таком случае рекомендуем посмотреть ролик с инструкцией, как обойти такую блокировку и удалить желаемый файл или папку. Ссылка на ролик в описании. Хочу обратить Ваше внимание, что прежде чем приступать к удалению вирусов на ПК, лучше отключить его от интернета. Если ни один из способов не поможет удалить вредоносную программу и восстановить нормальную работу системы, то сделать это можно с помощью отката системы к созданной ранее точке восстановления. Или в самом крайнем случае, осуществив чистую установку Windows. Ссылки на соответствующие ролики с детальными инструкциями вы найдете в описании. В завершение хочу сказать, чтобы предотвратить заражение компьютера вирусами и от атаки троянских программ, не запускайте программы, полученные из интернета или в виде вложения в сообщения электронной почты, без проверки на наличие в них вируса. Проверяйте все внешние диски на наличие вирусов, прежде чем копировать или открывать содержащиеся на них файлы или выполнять загрузку компьютера с таких дисков. 2. Установите антивирусную программу и регулярно используйте ее для проверки компьютера. 3. Настройте автоматическое сканирование компьютера при каждом подключении ПК и при подключении внешнего носителя информации. Основным средством защиты информации является резервное копирование ценных данных, которые хранятся на жестких дисках. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Удачи! 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 Продолжение следует...